стресс его называют тихим убийцей и виновником тяжких психических заболеваний но что мы знаем об этом состоянии организма известный американский психолог ричард лазарус считал что человека доводят до сумасшедшего дома не чрезвычайные обстоятельства а порвавшиеся шнурки которые некогда заменить на новые кто и зачем создал миф о стрессе россия московская область 15 октября 2017 года по дороге в больницу подмосковного города лобня трагически обрывается жизнь известного актера театра и кино дмитрия марьянова незадолго до этого артист внезапно почувствовал себя плохо позже станет известно дмитрий марьянов находился в частном реабилитационном центре сотрудники которого не приняли экстренных мер для спасения артиста предварительные причины смерти врачи назвали оторвавшийся тромб который перекрыл легочную артерию по словам медиков спровоцировать его могла сильная физическая перегрузка проблемы с алкоголем или банальный стресс чрезмерные психо эмоциональные нагрузки которые так свойственно людям творческих профессий и которые все чаще бывают причиной серьезных проблем со здоровьем по данным с российского центра изучение общественного мнения именно стресс россияне считают главным врагом своего здоровья болезни стресса они поражают прежде всего самые главные органы это сердце инфаркт миокарда это мозг инсульт мозга это желудок и кишечник язва желудка и кишечника могут быть и другие разные проявления однако в октябре 2017 года ежедневная английская газета daily mail опубликовала интервью с британским ученым анжелы патмар в нем она утверждает что стресса не существует а значит любая борьба с ним бесперспективное занятие на что же идут тогда миллиарды долларов и неужели стресс не более чем умело созданная иллюзия почему человечество разучилось справляться со стрессом человеком состоянии стресса легче управлять кто и как зарабатывает на нервных срывах идеи борьбы со стрессом нет это фантом как быстро и безболезненно снять напряжение единственный способ управления собой данный нам это дыхание враг или друг стоит ли бояться стресса стресс нет только у покойника я анна чапман раскрою эти тайны и 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 россия москва 2017 год я вот тоже на него посмотрел самое начало ну что шпринтер вместо нервных клеток Разгроми все, что видишь. Выпусти пар и избавься от стресса. Здорово, здорово. Конечно, расслабляет, отвлекает, переключает определенным. Хорошая идея. Идея разнести внешний мир, чтобы достичь гармонии в мире внутреннем, не навалит. И можно даже сказать, свойственно человеку. С разной степенью увлеченность их не прибегали во все времена. В старинных каких-то водевелях король, когда сердился, ему давали драгоценную вазу, он бил ее об пол, ему становилось легче. То есть это помогает. Это помогает. Не случайно это знали еще и 200, и 300 лет назад. Кому первому пришло в голову сделать из битья посуды бизнес-проект, уже не скажешь. Комнаты психологической разгрузки, в народе расфигачечные, сначала появились в Азии и в Америке. А в последние годы стали очень востребованы среди россиян. Люди к нам приходят, либо те, которым интересно, потому что это явление новое для России, или те, которые имеют какой-то стресс, работа, пробки, ситуация вообще неспокойная. Вот они здесь могут это вместо того, чтобы делать это дома, они делают это у нас. Проблемы в личной жизни, поиск жилья, бесконечные кредиты. Поводов схватиться за кувалду предостаточно. А чтобы желающие выпустить пар не разгромили все и сразу, цивилизованный погром регулируется прескурантом. Маленький дебош стоит 2,5 тысячи рублей. Он включает в себя битье тарелок, телевизора и одной единицы мебели. Программа «Норм так погромить» обойдется в 10 тысяч рублей, а зажечь по хардкору в три раза дороже. Самым большим спросом у погромщиков пользуется офисная техника. У людей стресс на работе, им хочется избавиться от этого, как-то выместить зло бы именно на этих предметах. По заказу клиентов дебош сопровождают любимой музыкой. Мужчины обычно крушат подруг. Женщины предпочитают бить посуду под популярную эстраду. А особо утонченная натура громят под классику. И очень приятно наблюдать, когда человек выходит, и видно, что ему полегчало. Испания. Мадрид. 2007 год. Группа депрессивных испанцев громит отель в центре города, предназначенный под реконструкцию. Желающих помочь хозяину разобрать старый интерьер оказалось так много, что психологам пришлось устроить кастинг. Из тысячи претендентов они отобрали 30 человек с самым высоким уровнем стресса. Утвержденные кандидаты разнесли 21 гостиничный номер всего за 2 часа. В основном это были работающие матери маленьких детей и мужчины-топ-менеджеры. Они крушили с особым усердием. Мужчины не склонны, скажем так, к какой-то экстравертности. Они не могут свои эмоции или достаточно редко его плёскивать их наружу. И в итоге возникает тот самый эффект накопления внутри этой самой кастрюльки, которая рано или поздно взорвётся. Юрий Андрусов. Специалист по электронейромиографии. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Сложно себе представить мужчину, который ни с того ни с сего берёт и устраивает такую, казалось бы, истерику для окружающих. Психика у мужчин более крепкая. Как ни странно, но трудности и опасность вызывают у них положительные эмоции. В стрессовой ситуации мужчины более собраны и хладнокровны. Не случайно им доверяют самую опасную работу. Во многих странах проводились исследования устойчивости психологической, ну, в том числе стрессовой устойчивости, по 100 шкальной. И везде на первом месте оказывались лётчики-испытатели и шахтёры. И на последнем месте, прошу прощения, библиотекари. Леонид Китаев-Смык. Автор многочисленных исследований и научных трудов по теме стресса. Готовил к полётам первых советских космонавтов. Лётчик, он в любой момент, он должен быть между двумя обстоятельствами. Первые обстоятельства. Это выполнять всё строго, точно, так, как надо. В то же время он должен был не готов обнаружить, найти какую-то неполадку и сделать что-то не так, как полагается. По идее, напряжение должно увеличивать стрессоустойчивость мужчин. Так задумано природой. Почему же сегодня всё происходит не совсем так? Мужчины всё чаще испытывают синдром хронической усталости, не справляются с переутомлением и лечат его алкоголем. 47% мужчин признались, что напивались хотя бы один раз за последний месяц. На самом деле, эта цифра гораздо больше, если от излишнего употребления алкоголя ежегодно умирает около 500 миллионов человек. Почему естественные желания расслабиться перерастают в проблему? Отвечая на этот вопрос, Леонид Китаев-Смык вспоминает свою маму, которая в 50-х годах прошлого века работала на ответственной должности в Министерстве торговли. Она одновременно говорила по телефону, тут же писала что-то другому. Четвёртому, убирая трубку, говорила об этом, что-то ещё тот записывал. То есть она сразу разговаривала минимум с четырьмя людьми. И так всегда. После смерти Сталина женщину-руководителя впервые за 7 лет отправили в отпуск. А на её место посадили двух человек. На второй день одного посадили в тюрьму, и вместо них уже посадили 6 человек. То есть она сама справлялась с этим совсем. В тюрьму он получил почему? Потому что он сделал совсем не то, что нужно. В конце концов её вызвали. Вызвали и заставили сделать отдел из 28 человек, чтобы она одна могла уйти в отпуск. Так потом тот отдел 28 человек и существовал. Сегодня не надо быть топ-менеджером, чтобы испытать на себе весь групп многозадачности. Делать что-то одно – это для неудачников. На 38-м президентом США Джеральдом Фордом подшучивали. Форд – хороший парень, только не может одновременно жевать жвачку и ходить. Для сильного пола многозадачность – это прямой путь к стрессу. Мультизадачность может понизить IQ мужчины на 15 пунктов до уровня умственного развития подростка. Доказано. Она приводит к вырабатыванию в организме кортизона – гормона стресса. Этот самый кортизол в том числе изменяет метаболизм жиров, условно так скажем. Изменяет их утилизацию так таковую. И при избыточной секреции кортизола, а следовательно при избыточном стрессе, человек становится как бы склонен к ожирению. Раньше главной обязанностью мужчины было ходить на работу и приносить деньги, а после лежать на диване и отдыхать. У современных женщин такое поведение вызывает бурю протеста. Однако психологи, как ни странно, называют его эволюционно правильным. Природа создала мужчину добытчиком. После охоты на мамонта он буквально вырубался. Ему было крайне тяжело и физически, и психически переключиться на другой вид деятельности. Но за последние полтора века феминистки не только отвоевали для женщин право на работу и карьеру, но и сделали его приоритетным. Мужчины стали вынуждены покупать продукты, готовить обед, убирать квартиру, сидеть с ребенком и сопровождать жену на шопинг. Тогда как главная задача мужчины – ставить перед собой цель и быть независимым от любых обстоятельств. В итоге стресс испытывают и сильный, и слабый пол. Мужчина может выдержать очень высокого уровня стресс, но ограниченное по длительности время. Женщина может держать маленький стресс, но может его пилить годами, не спеша, не спеша. Психологи говорят, женщины возмужали настолько, что угнаться за их аппетитами и финансовыми претензиями стало очень сложно. Мальчикам меньше остается возможности. Их задоили женщины. Тотально. Потому что на планете, тотально на планете, матриархат. На Западе мужчины боятся подать женщине пальто и пропустить вперед в дверях. Они перестали чувствовать себя нужными. Перевернутая с ног на голову система организации социума оставляет мало шансов на здоровое существование и мужчинам, и женщинам. Можно ли вернуть гармонию ударами кувалды в расфигачечный? Как показывает практика, это не годится даже для избавления от более простых стрессов. В Японии проводили специальные исследования. Там ставили манекен начальника в темном углу. И можно было подойти и дать ему по роже как следует. Или избить его как следует. Ну и вроде как людям было легче. Но потом провели специальные исследования уже психофизиологические. И оказалось, это полная чепуха. Ничего подобного. Даже хуже. В глубине у человека укореняется то, что это не настоящая борьба. То, что поломать, разбить, это в конце концов не выход из положения. Но может кого-то наоборот устраивает такой сценарий. Бизнес, построенный на эмоциях, становится все популярнее. А в омут стресса затягивает все больше людей. Каждый второй человек на планете испытывает стресс. Шведские ученые выяснили, из-за стресса рост многих людей к вечеру становится на 1% меньше, чем был с утра. Негативные эмоции приводят к напряжению спинных и плечевых мышц. И в буквальном смысле слова пригибают нас к земле. Нашим предкам тоже жалость не сладко. Например, в Иляде Гомера Ахиллес говорит о том, что чувствует эмоциональный упадок. И у него то и дело возникают мысли о суициде. Смотрите далее. Как лекарства от туберкулеза стали средствами от депрессии? Это лобби? Это продвижение какой-то идеи. Экстремальная ситуация на дороге. Стресс спасет или погубит? Удар-то туда на тормозы со всей дури. Как справляется со стрессом самый знаменитый таксист планеты? Так было, когда не было современной цивилизации. Впервые понятие стресс появилось в нашей жизни в 1936 году. Это слово употребил канадский физиолог Ганс Селье. Он же создал теорию стресса. Он обнаружил, что любая неприятность, любая грязь, любая пакость, попадающая в организм животного, влияющая на него, вызывают одни и те же неблагоприятные реакции. Эти реакции все он назвал стрессом. В переводе с английского стресс означает давление, напряжение. В нашем сознании стресс это что-то ужасное, что-то страшное, что происходит в жизни. Не прошло и века, как Всемирная организация здравоохранения назвала стресс самой серьезной проблемой нашего столетия. Как обычная нагрузка превратилась в заболевание вселенского масштаба. Чем больше мы говорим о проблеме, тем больше возникает ощущение, что она ширится, ширится, ширится и ширится. По данным экспертов, в постоянном стрессе находятся 70% россиян и 90% американцев. 60% жителей США испытывают стресс один-два раза в неделю, а 30% каждый день. Стало модным не только разговоры о стрессе, но и обещание избавления от стресса, то есть обещание счастья некоего, которого у вас сейчас нет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, через три года депрессия, к развитию которой приводит стресс, обгонит сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания. И это неудивительно, ведь депрессия нынче в моде. За последние лет 30-40 количество критериев, на основании которых можно поставить диагноз депрессия, увеличился раз в 10. Александр Федорович, психотерапевт. Принимал участие в разработке и внедрении федеральных программ по оказанию психологической и психотерапевтической помощи населению. Вот это что? Это продвижение, это лобби? Это продвижение какой-то идеи? Люди, которые ко мне приходят на консультацию, приносят какие-то исследования, какие-то заключения соматические, то есть специалистов общей практики. Везде психотропы, везде вот такие списки. США. 50-е годы прошлого века. В послевоенной Америке набирает обороты движения байкеров. Одетые в кожаные куртки, джинсы и высокие ботинки, парни на мотоциклах нагоняют страх на простых обывателей. Устраивают погромы и ведут себя крайне агрессивно. Многие из них недавно вернулись со Второй мировой войны. Да, через полтора-два года, что называется, догоняет эта история. И срывы психологические, и алкоголизм, и наркотики, и агрессивность, и все, что хочешь. Современным специалистам хорошо знаком термин посттравматическое стрессовое расстройство. Однако тогда понять, что происходит с ветеранами войны, было непросто. Беседы с психологами, которые сами никогда не были на войне, не помогали. Совершенно случайно врачи заметили побочный эффект после приема препарата для лечения туберкулезом. Лекарство поднимало настроение и вызывало чувство неуместного счастья. Фарминдустрия в срочном порядке начала массовый выпуск стимуляторов хорошего настроения. И назвала их лекарством от депрессии. К сожалению, многие люди идут по простому пути. Съел таблетку, раз в день стало легче и хорошо. Поэтому можно сказать, что постоянно стрессующие люди, они в этом плане на руку производителям антидепрессантов. Проанализировав статистику, ученые пришли к интересным выводам. Психотропные препараты помогают пациентам не чаще, чем прежние методы лечения, применявшиеся в первой половине 20 века. Логика очень простая. Она тупая вообще, как дверь от бани в три доски. Если ты что-то делаешь, а результата нет, значит ты что-то делаешь неправильно. В чем же дело? Возможно, в том, что реальным успехом для фарминдустрии является не избавление нас от стресса, а то, чтобы каждый десятый житель планеты носил в кармане баночку антидепрессантов. Как можно бороться со стрессом, когда все сделано для того, чтобы система работала? Само по себе понятие стресса на сегодняшний день никого не интересует, потому что спасение утопающих делали рук самих утопающих. Так уже давно. В конце 80-х годов прошлого века на американском фармрынке появился очередной препарат, который произвел настоящий фурор. Он лечил и тревожные состояния, и депрессии, и даже психическое пищевое расстройство. Его прописывали при бессоннице, стрессе, упадке сил. Дошло до того, что чудо-таблетку не только стали свободно продавать в аптеках, но и назначать детям. Производители считали миллионную выручку. Но в 90-х в США резко возросла детская преступность. Подростки расстреливали учителей, одноклассников, а потом кончали жизнь самоубийством. Журналисты выяснили, что все эти подростки сидели на антидепрессанте. Чудо-таблетка оказалась опасной. Она вызывала приступы немотивированной агрессии. Независимые клинические испытания показали. У тех, кто принимает пилюли счастья, шанс покончить с собой выше почти в два раза, чем у тех, кто не прибегает к помощи медикаментов. Стрессовые тренировки часто используют при подготовке космонавтов и работников экстренных служб. Их учат не только выживать в сложных ситуациях, но и действовать при этом максимально эффективно. Однако большинство людей мечтают жить так, чтобы никогда не испытывать стресса. Ведь в нашем сознании прочно засела мысль о его разрушительном действии. Но так ли это на самом деле? Любовь, свадьба, рождение ребенка. Все эти события с точки зрения физиологических реакций – стресс. Организм не отличает стресс-минус от стресса-плюс. Он реагирует всегда одинаково выработкой биологически активных веществ. Однако мы постоянно слышим именно о вреде стресса. В чем же дело? Если вы подопытная крыса, то это действительно так. Тогда прямо с утра вас начнут бить током, потом бросят в ведро с ледяной водой, а затем посадят в переполненную клетку, где за маленький кусочек сыра нужно будет перегрызть глотку конкурентам. И так каждый день. Как ни странно, но именно научные опыты помогли сформировать негативные представления о стрессе. Однако стресс, которым подвергают животных, на самом деле имеет мало общего с повседневным человеческим стрессом. Человек всегда был, жил при стрессе. Человек всегда был готов к стрессу. Кто-то лучше был готов, кто-то хуже. В наши дни словом стресс незаметно подменили нормальные человеческие эмоции. Беспокойство, гнев, нервозность и даже усталость. Все это теперь называют стрессом и пытаются лечить с помощью лекарств. Вообще гомеостаз, то есть равновесие полное, испытывает только покойник в морге. А если он еще, так сказать, не сильно остыл, так он даже со средой примерно одной температуры имеет. То есть это полное равновесие. Конечно, жесткий юмор, но вот так вот. Многочисленные эксперименты ученых доказали. Дозированный стресс укрепляет характер, повышает иммунитет и дает силы для преодоления сложных жизненных ситуаций. Но еще более интересно то, что всякий раз, когда людей спрашивали о сфере, связанной с наибольшим стрессом, оказывалось, что именно в ней скрыт смысл их жизни. То, что стресс может быть приятным, забывают, что он стресс. Просто говорят любовь, просто говорят счастье. СССР. Саратовская область. Апрель 1960 года. Будущий космонавт Алексей Леонов совершает тренировочный прыжок с парашютом. Купол раскрылся, но лямка обмотала ногу космонавта и зацепилась за металлическую спинку. Леонов летит вниз головой. В последний момент ему удается согнуть металлическую конструкцию, высвободить лямку и удачно приземлиться. Позже четверо здоровых мужчин на Земле не смогли повторить то, с чем Леонов справился в одиночку. Что спасло жизнь Алексея Леонову? Стресс. Классическое определение стресса – это неспецифическая реакция организма на воздействие. Вот здесь ключевые слова – неспецифическое. В 2013 году мир облетела история двух американских девочек-подростков из штата Орегон. Они подняли полуторатонный трактор, который придавил их отца. В литературе описывается случай, когда во время Великой Отечественной войны боец Красной Армии ударом кулака поднял немецкого солдата в воздух, и тот приземлился спиной на прутье решетки. Страх смерти заставляет людей проявлять сверхъестественные способности. Силу, скорость, ловкость, чтобы спасти себя или своих близких. Во время стресса печень выбрасывает в кровь жир и сахар, которые служат топливом. Дыхание становится более глубоким, чтобы к сердцу поступало больше кислорода. Сердечный ритм ускоряется, чтобы кислород, жир и сахар быстрее поступали к мышцам и мозгу. В кровь поступают гормоны стресса, адреналин и кортизол, которые помогают мышцам и мозгу использовать эту энергию более эффективно. Организм-то, он приспособлен к резким встряскам каким-то. Соответственно, стресс является и защитной реакцией. Например, вы переходите дорогу и вдруг замечаете машину, которая с большой скоростью несется навстречу. Ваше тело моментально ориентируется и совершает быстрое движение в безопасную сторону. Его реакция была вызвана стрессом. Благодаря ему вы остались живы. Хвост шили, делай заход. Пошел газ. Переходи, переходи, навнутрь переходи. Нет, тело носит. Алексей Калантай. Руководитель центра контраварийной подготовки водителей. Его работа заставляет водителей постоянно испытывать стресс и адекватно реагировать на нештатные ситуации. Этот навык поможет на дороге им спасти свою и другие жизни. Противостоять стрессу можно только одним способом. Это тренировками. Передние колеса начали скользить. Из-за того, что это польская дорога, я умышленно сделал типичную ошибку типичного водителя. Попытку вернуться от кого-то, делая панические движения рулевым колесом. Но может быть и наоборот. Водитель в случае экстренной ситуации будет действовать слишком медленно. Или его охватит паралич. Тогда трагедии не избежать. Выполняем разгон. И выполняем экстренное торможение. Удар попадали тормоза со всей дури. Алексей Калантай говорит. Водитель с большим стажем начинает выполнять экстренное торможение лишь с 30-й и 40-й попытки. А новичок с 10-й и 15-й. Причина в стойких шаблонах, к которым привыкают автомобилисты при езде по городским пробкам. Они тормозят с помощью разгибания ноги в голеностопном суставе. А при экстренном торможении нужно выполнить удар по педали тормоза с разгибанием ноги в коленном суставе. Тогда замедление будет максимально эффективным. Для любого водителя, который подобные тренинги не проходит, ситуация становится экстренной. Вызывает неадекватные действия. Но как тогда расценивать советы психологов и невропатологов? Что стрессов нужно всячески избегать. Ведь фактически они учат нас быть слабыми. Человек, который никогда не испытывает негативных эмоций, никогда не испытывал каких-то дистрессов, ему никогда не было плохо и так далее, он не будет готов к тому, что ему когда-то будет не так. Лихой водитель, звезда культового фильма такси «Сами на Сери» приехал в Россию, чтобы принять участие в съемках фильма про оперного певца Федора Шаляпина. Кого именно сыграет на Сери, пока секрет. Актер в эксклюзивном интервью программе «Тайны Чапман» рассказал, как справляется с напряжением. Ведь его профессия, хоть и не связана с риском, считается одной из самых стрессовых с точки зрения психологической нагрузки. Конечно, я испытываю стресс, когда жду ответа от режиссера. Съемки – это тоже большой стресс. Но вообще-то, вы знаете, я не испытываю много стресса. Я очень люблю футбол и, когда могу, занимаюсь спортом. Актер то и дело влипает в неприятные истории. У Самина Сери ярко выраженная агрессивная реакция на любую стрессовую ситуацию. Но, может быть, благодаря таким, как он, наша цивилизация до сих пор существует. За счет них выживает человечество. Так было, когда не было современной цивилизации, которая старается, чтобы выжили и те, и другие. Теория о том, что в конкурентной борьбе выживает тот, кто демонстрирует активную реакцию на стресс, очень долго была популярна. Известно, что Юлий Цезарь, отбирая воинов, давал претендентам пощечину. Если молодой человек наливался от гнева кровью, его брали на службу. А если бледнел от неожиданности – нет. Считалось, что он не проявит должного мужества и храбрости. Но так ли опасно реагировать на стресс пассивно? Стресс сам по себе – это состояние адаптивное. Все зависит от того, как, когда, в зависимости от чего и насколько долго. Священники давно заметили, что у младенцев, когда во время обряда крещения их опускают в купель, есть две типичные реакции. Одни сразу же принимали утробную позу. Таких детей называли калачиками. Другие активно били по воде ручками и ножками. Их именовали столбиками. Который машет, почему-то они называли в простых деревнях не жилец, а который соединится вот так вот, потому что он не будет рассрачивать силы. В тяжелых условиях курной избы, когда еды мало, когда не всегда в груди есть молока, когда тяжелые условия, то этот человек, он приспособлен к такой вот трудной, тяжелой жизни. Нельзя сказать, что активная реакция на стресс – это хорошо, а пассивная – плохо. Человек выживает, когда отвечает на внешнее воздействие адекватно. Смотрите далее. Какие стресс-тесты проходят сотрудники спецслужб? Курение и стресс. Польза или вред? Представляете, какие-то деньги вообще безумные. Почему стресс становится хроническим и опасным? Ничего личного, только маркетинг. Мы реагируем на стресс инстинктивно. Однако в большинстве случаев стресс-опыт, так же, как и иммунитет, необходимо приобретать. Есть определенные технологии обучения сотрудников при стрельбе в стрессовой ситуации. Максим Парминов, подполковник запаса ФСБ, специалист по оперативно-боевой подготовке. Создание моделирования тех условий, при которых необходимо в учебном процессе вести сотрудника или у нас служащего стрессовой ситуации. Это один из элементов так называемых стресс-тестов, которые при обучении проходят все сотрудники спецслужб. Инструктор мешает стрелку осуществлять условную боевую задачу. Толкает, хлопает по плечам, кричит, чтобы сбить с толку. Таким образом, у бойцов вырабатывают устойчивые навыки поведения в стрессовой ситуации. Их учит оставаться хладнокровными. Не поддаваться на первичные физиологические реакции организма на стресс. В стрессовой ситуации активизируется симпатическая нервная система. Это когда адреналин выбрасывается в кровь и начинает изменяться размер хрусталика. Он увеличивается и поэтому угроза или человек, который применяет оружие, они кажутся ближе. И происходят трудности восприятия, прицеливания, то есть фокусировки глаза. Изучая воздействие стресса в условиях боевых действий, психологи уже давно сделали интересное наблюдение. Всегда во всех армиях, где толковые были руководители, они через 3-4 месяца обязательно на переподготовку отправляли. Оказавшись в ситуации постоянной угрозы для жизни, человек сразу начинает адаптироваться. На 3-4 месяц он достигает пика психической и физической формы. Но дальше наступает спад. Если через 9-10 месяцев не вывести солдат из зоны боевых действий, возникают негативные проявления стресса. Боеспособность снижается. Но весь мирная жизнь не связана с постоянным страхом погибнуть. Почему же люди умирают от стресса в городах? Еще на заре человечества первобытные люди нашли два универсальных способа борьбы со стрессом. Бегство или физические нагрузки. Оба действия были одинаково эффективны, потому что позволяли быстро избавляться от причины. Ученые провели эксперимент. Они отсадили стареющего альфа-самца Павиана в отдельную клетку. Увидев, как его супруга изменила ему с молодым сородичем, вожак стая через полтора часа умер от инфаркта. Что погубило обезьяну? Вовсе не ревность. А невозможность повлиять на события в стае, сразиться с обидчиком, победить или проиграть. Современный мегаполис – это клетка для человека. У экспертов даже появился термин – цивилизованный стресс. Первая стадия стресса – это тревожная реакция. Именно она мобилизует защитные функции. Затем наступает фаза сопротивления, или рабочая фаза. Она нужна, чтобы разрешить возникшую ситуацию, либо адаптироваться к ней. После организм должен получить награду – расслабиться и отдохнуть. Такой стресс можно назвать правильным. Но что происходит в современной жизни? Вот фаза, если вот так вот активность или тревожность, она возрастает, потом мы преодолеваем, а потом падает. И это всё как активность. Так вот, когда мы начинаем, спад вот этой активности, и снова стресс, и снова. Тогда уже фаза рабочая, или преодоление, она уменьшается. И в результате вообще может дойти вот так сразу – раз, и вот так. Стресс накладывается на стресс. А жизнь в социуме заставляет человека подавлять к стрессовой реакции. На начальника нельзя накричать в ответ. При людях неприлично заплакать. Из автомобильной пробки нельзя выбраться. В результате из помощника стресс превращается во врага. Стресс имеет одну особенность. Он может накапливаться. Поэтому даже если стрессы маленькие, но их много, некая череда, некий длинник, например, в течение года, то тогда они начинают влиять на здоровье. Хронический стресс, как ржавчина, разъедает весь организм. Снижает энергетические и психические способности человека. Наступает хронический стресс. Но кому это выгодно? Если исключить производителей антидепрессантов, то вроде больше заинтересованных нет. Все только и говорят о том, как это плохо. Экономисты подсчитали. В странах Евросоюза потери от стресса рабочих обходятся в 19 миллиардов долларов. А в США эта цифра превышает 300 миллиардов долларов ежегодно. Но вот что интересно. Есть сведения, что основоположнику теории стресса Гансу Селье деньги на проведение исследований давали табачные компании. Именно они однажды попросили его заявить, что курение помогает бороться со стрессом. Современные исследования доказали, вещества, которые содержатся в табаке, перестраивают процессы расхода энергии. Мужчины сейчас обречены жить, расходовать энергию не по-мужски, в поисках мамонта, ну или в добыче бульволов, чтобы потом их всех сограть. А они расходуют ход энергии по-женски. И для того, чтобы им легче справиться с этим было, чтобы подавить мужскую свою такую энергию, помогает курение. Но здесь имеется второй момент. Курение всегда снижает сексуальную способность. Постоянный стресс – это больше сигарет, больше алкоголя и больше еды. Американские ученые сравнили размеры посуды и объемы еды на 52 художественных полотнах последнего тысячелетия. И обнаружили, что габариты тарелок выросли на 66%, порции еды на 69%, а куски хлеба на 23%. Ничего личного, только маркетинг. Как мои друзья-экономисты говорят, все тут нормально, очень-то продвинули. Пытаясь снять стресс, люди приобретают вредные привычки, которые приводят их на больничную койку. Между тем, главная опасность заключается не в стрессе, а в неумении ему противостоять. А лично это кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог и эндокринолог. Что он лечит-то? Он лечит то, что является следствием ситуации. То есть он пытается грести с той стороны. Где лоби? Да вот оно. Конечно, интереснее лечить блокаторами бронхиальную астму, артрит, который никуда не девается. Конечно, это интереснее. Представляете, какие-то деньги вообще безумные. Все это очень похоже на маскировку борьбы. Когда вместо устранения источника напряжения, человеку предлагают избавиться от его последствий, которые через короткий промежуток времени бумерангом вернутся снова. Психологи установили, в 7 из 10 случаев возникновения стресса, его виновниками являемся мы сами. Как правило, мы просто не осознаем истинных причин своих переживаний. Психологи утверждают, люди, которые жили в советское время, были меньше подвержены стрессом, чем нынешние поколения. По данным Российской Академии наук, после распада СССР, за 13 лет количество больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями возросло с 617 до 900 человек на каждые 100 тысяч. При этом количество курильщиков и представителей других групп риска осталось в пределах прежних показателей. Но почему? Смотрите далее. Что делает нас беззащитными? Это мощнейший фактор увеличения психологического стресса. Искусство японских самураев. Как приручить стресс? Кто виноват и что делать? Очень много зависит от нашего восприятия. Если сравнить современную жизнь с тем, как жили в СССР, то можно подумать, что наступил рай. В магазинах всё есть. В каждой квартире стоит стиральная машинка и масса другой бытовой техники. Многие ездят отдыхать за границу. Но почему большинство из нас подвержены хроническому стрессу? Парадокс. Но именно общество потребления, по мнению социологов, сыграло в развитии хронического стресса у жителей планеты одну из ключевых ролей. Несмотря на усовершенствование условий труда, рядовой американец работает в среднем на 300 часов в год больше, чем четверть века назад. 20% россиян работают по 50 часов в неделю и ещё берут работу на дом. Чтобы приобрести рекламируемые блага, надо безостановочно бежать. А спустя полгода после приобретения они устаревают. И гонка продолжится. Мода придумана для того, чтобы заставлять людей, чтобы выкачивать из них деньги, то есть выкачивать средства. И поэтому, конечно, современное существование нынешней моды – это мощнейший фактор увеличения психологического стресса. Сегодня каждый пятый лечит шопингом последствия трудового дня на работе. Каждый седьмой делает покупки после получения плохих новостей. А каждый девятый покупает что-то после ссор и конфликтов с другими людьми. Как правило, после совершения покупок у большинства появляется чувство вины за то, что деньги потрачены впустую. Ведь решения, принятые в эмоционально подавленном состоянии, редко бывают правильными. Ни шопинг, ни пирожные от стресса не спасут. Они могут отвлечь, но они могут отвлечь только то, что называется когнитивными функциями. То есть то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что позволяет нам взаимодействовать с окружающими и так далее. Но эндокринную систему они не изменят. И гормоны стресса как вырабатывались, так и будут вырабатываться. Между доходами и потреблением создали искусственный диссонанс. Люди берут кредиты, чтобы удовлетворить навязанные им представления об успешной жизни. Покупая, они испытывают удовольствие. Выделяются гормоны счастья, которые компенсируют гормоны стресса. Но это означает, что круг замкнулся. Эмоция «хочу» завладела сознанием. А она так же, как и стресс, делает нас глупее. Замечено, что у больных с депрессией или хроническим стрессом происходят определенные изменения в лобной, иногда в височнике аре головного мозга. Изменения эти несколько напоминают атрофию. Но суть в том, что там, да, там нарушается метаболизм и функционирование вот этих отделов нервной системы, которые в том числе ответственны за как раз эмоциональный фон, в чём-то за память, за программирование движений, за интеллектуальные функции так таковые. Какой бы ни была первоначальная реакция на стресс, активный или пассивный, длительное напряжение приводит к тому, что любой человек становится пассивным. Исследователи из Ельского университета обнаружили, продолжительный стресс уменьшает объём серого вещества в тех областях мозга, которые отвечают за самоконтроль. То, что человек в состоянии стресса легче управлять, это действительно так. Потому что состояние стресса, конечно, нарушает способность ясно мыслить. Транснациональные корпорации всё больше заменяют собой государство, политику и общественную жизнь. Навязывают идеалы и вынуждают людей жить так, как выгодно им. Можно ли противостоять этому, не сбегая от постоянных стрессов и их псевдолечения на необитаемый остров? Стресс не удаётся победить, прежде всего потому, что мы неправильно воспринимаем этот самый стресс. Точка приложения у большинства людей сводится к либо избеганию его, либо к заглушению, скажем так. А ключ к вопросу – это изменение отношения. Александр Петренюк преподает и айдо. Это японское искусство внезапной атаки с применением меча. Но вряд ли найдётся человек, который не слышал о храбрости и силе духа самураев. Сложно найти более стрессоустойчивых воинов. В чём же их секрет? Стресс – это наш источник силы, источник нашей энергии, источник всей нашей деятельности. Если мы будем находиться вне стресса, мы будем сидеть, лежать, стоять. Ну, в общем, мы будем неподвижны. Для того, чтобы совершилось малейшее действие, должен быть хотя бы малейший уровень стресса. Чтобы стать непобедимыми, самураи учатся контролировать свой разум и достигать высшей степени психической концентрации. Никаких особых талантов для этого не требуется. Единственный способ управления собой, который нам дан, это управление через своё дыхание. Мы можем произвольно дышать. Быстрее, медленнее, сильнее, слабее, глубже, поверхностнее, животом, грудью, как угодно. И вот эти как раз практики, вернее, даже просто вот это, от природы данное, данный рычаг, позволяет регулировать практически все функции организма. Чтобы научиться справляться с хроническим стрессом, лучше прибегнуть не к шоппингу или услугам расфигачечной, а к самоконтролю и самоанализу. Один из моих учителей сказал такую фразу, но её надо осмыслить. Он сказал, наблюдение – ключ ко всему. В любой ситуации, что бы ни происходило, если вы начнёте наблюдать за собой, а через себя наблюдать за окружающим, вы, во-первых, заметите всё, что с вами происходит, в том числе стресс, если он есть. Где он есть? Вы сможете его либо устранить, либо наоборот использовать. И всё это вы сможете использовать, исходя из себя. Но часто ли от специалистов можно услышать подобные рекомендации? Неужели они не знают, в чём проблема? Или просто скрывают от нас способы её решения? Правильным образом не формируется мировоззрение, то, что правильным образом не формируется гидиена, взаимодействие человека со стрессом, от которого нельзя убежать, ну это веяние времени, куда ты от этого денешься. Вот в этом проблема есть. Гиппократ советовал страдающим от депрессии прогулки на свежем воздухе и солнечные ванны. Но сегодня к такому способу лечения прибегают нечасто. Возможно, потому, что на нём сложно заработать. Отлично утилизируют гормоны стресса регулярные физические упражнения. Спорт пригодится всем, кто захочет постигнуть науку управления стрессом. С ним нельзя бороться. С ним надо сосуществовать, с ним надо научиться дружить и не воспринимать его как такой тоталь-фаталь. Универсальный и очень простой рецепт от стресса – это помощь другому человеку. Я не смогу точно цитировать ветхозаветные истины. Конечно, надо помнить, что только делая добрые дела, ты можешь успокоить свою душу, а значит, избавиться от стресса, а значит, помочь тебе. Поэтому одним из главных способов избавления от стресса – это нужно помогать другим людям. Наука доказала верность ветхозаветных истин. Когда мы помогаем другим или занимаемся благотворительностью, в нашем организме вырабатывается гормон окситоцин. Окситоцин считается гормоном позитивным, и его выработка способствует как раз, скажем, хорошему настроению, а хорошие позитивные эмоции и действия какие-то, способны от окситоцина, в свою очередь. Поэтому окситоцин можно назвать, ну, так сказать, не столько внутренним антидепрессантом, да, сколько в чём-то противострессовым гормонам. Впрочем, самое лучшее оружие против стресса – это способность переключаться с одной мысли на другую. Очень много зависит от нашего восприятия стресса. Когда мы фиксируемся на какой-то проблеме, эта проблема становится всё больше, больше, больше. Мы начинаем всё больше занимать место в нашей голове, и через какой-то момент человек сам того не понимая, сто процентов времени будет думать о том, что ему плохо. Доказательство этому ещё в 1936 году нашёл всё тот же Ганс Силья. Лабораторным крысам он вводил гормон, выделенный из яичников коровы. Результаты оказались для грызунов весьма неприятными. У крыс нарушилась работа иммунной системы, появились кровавые язвы. Но вряд ли причиной заболевания стал коровий гормон. Тогда учёный разделил крыс на две группы. Первый – он вёл солевой раствор, а другой – всё тот же коровий гормон. У крыс появились одинаковые симптомы. Обе группы заболели. Учёный продолжил опыты. Чтобы он не вводил крысам, они заболевали. Причём с одними и теми же симптомами. В конце концов, Силья озарила. Крысы заболевали не из-за веществ, которые им вводили, а из-за того, что они переживали. Им просто не нравилось, что их кулит иголками. Так что в какой-то степени стресса действительно не существует. Можно сказать, что стресс – это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете. Как утверждают учёные, сам по себе стресс не опасен. Это естественная составляющая человеческой жизни. Реальную угрозу представляет длительное напряжение, которое возникает, когда мы не в силах осознать и устранить его источник. Сегодня одной тайной стало меньше. У вас есть секретная информация? Её нужно проверить. Связь через мой инстаграм. Субтитры создавал DimaTorzok